девочки угадайте что я придумала сегодня зашла в атб яблоки наши украина смотрите гляньте на эти яблочки смотрите гляньте яблочко в яблочко гляньте вы видите нигде ничего не ударенного нигде ничего по 11 гривен смотрите вы видите какая красота знаете аят а я знаете что придумала а мы шо летом можно сварить повидло яблочное чего с каких яблок который почти еще нету или с импортных а это уже наши яблоки осенние повидло будет немножко здесь нам покушать вот так чаю сейчас порежу сахарок купила и будет то что надо так что все за яблоками гляньте она я попробую вкусная мед сочнее мед так мышечку петрушечку уберем сюда на капусту а сюда будем обрезки кидать куда чтоб удобно было какой руки на левую надо значит яблоки уберем сюда а крышево сюда кастрюльку а мне удобно крышить не охота тысяча нормально варили раньше до варенье я помню с крыжовника все время варила еще крыжовник на базаре у нас дома был с родителями жила мы сейчас там доме я жила кустик такой знаете драный вот я помню на озерке покупала еще запомнила цена 80 копеек крыжовник был и такой знаете с розовым бочком сладкий не кислый вот у есть меленький такой кислятина а хороший варенье вкусное с крыжовника чего я только не варила девочки а помните я помню вот когда мама ну вот девочками были варили варенье как родители я варила даже уже я дома жила до 30 лет вот ашу крышки были вспоминайте какое как в какой все был дефицит я помню варенье даже даже закрывали девчонки с этим журнальчик человек закон помните маленький он у такой даже им и уток сделаешь вот так на баночку нитками вот так обкрутишь и стояла дома в серванте ничего никогда не плесневела не заигрывалась а сейчас и банками и все и аду а как варили варенье я помню а у нас все так на улице вот напротив нас жила там тетя маруся одна у него это у нас военный городок там военные правда жили вот сейчас конечно этого уже нет уже сто лет тому назад это все было еще мое детство ну вот и то не не все военные вот врачу это что я вам рассказывала хирургчик ну который то ел все подряд что сказал что плохой еды не бывает бывает плохо приготовленная короче говоря он же врач была она бухгалтерша вот короче говоря так тетя маруся это она против нас жила а у нее два хлопца и они тоже знаете как хлопцы где-то мотылялись все время внуков еще не было вот и она как варит варенье он у меня такой таз есть алюминиевый только большой я вам покажу на ванной там стоит вот она вот этот таз глиной замажет разведет глины густой такой но не такой как хаты мазать я мазала и хату хоть и городе жили а у нас и мазали и помню драмка была папа стены делал с драмки стенка была у нас рухнула мы маленькие были зима была а хата как строили родители вдвоем кто им там помогал аж никто папа сирота мама там ихняя капелла бандурисов была целая детей много ну вот и нас начали клепать сильно любили детей ну вот все аж а толку ладу дать детям ладно это их жизнь была значит так надо было выросли выросли не поумирали голоду не поумирали и мы этот маленький все я запомнила девочки слышите было в первом классе я на вес или в первом или во втором классе вот не помню в каком я классе была и кто-то мне девочки дал знаете как приносили многодетная семья кто-то где-то вырос вещи давали мама все гребла всех добрала нашу делать надо же как-то выкручиваться а мы все погодки четверо и все погодки прикиньте вот и кто-то мне дал девчонки я уже сколько-то несколько дней по моему сходила этот пояс пояс для чулочков помните пояса мы носили и только по одной вот этой но на ноге по одной вот этой застежки пластмассовой сзади не держала а только впереди и кто-то же не дал и я так ой я сняла этот пояс чулочки простые жут эти полосатые качество какое все было хорошее я этот пояс сняла сложила ровненько квадратиком а спала на раскладушки так слышите мама умудрилась у нас была одна комната кухня с печкой печка стояла с дровами с углем и спаленка маленькая и мама еще в эту спаленку умудрилась квартираншу взять чтобы как-то какая-то копейка была но вы представляете там комната была на я не знаю ну может до 20 квадратов не было 18 кровать на кровати я на раскладушке кто с мамой кто с батьком кто где кто по норам ночь на 2 часа ночи и рухнула стенка зима на улице наверно 40 градусов мороза было холодно тогда так было снега сколько и рухнула стенка на нас наперед сюда на детей на нас на всех глиняная ножли на а я даже не знаю чьи фундаментами без фундамента построили хату эту ой кошмар я помню ужас я ничего не пойму крики все кричат холодина резкая стала она стенка рухнула боже мой девочки гляньте поставила мыску а кидаю на стол значит с правой стороны удобнее ставить до удобнее удобнее короче говоря рухнула эта стенка боже яс и я не пойму шо самая старшая те хоть поменьше они как-то более-менее а я а я а у меня еще карагул что там же у меня чулочки под подушкой с этим поясом я так запомнила это мама нас так искала что она она же сгибала эту глину она себе ногти все поздирала она жду а батка нас подхватил всех и выкинул в кухню жвы эту вот а мама думала шумы там присыпала нас вот это нагребет там ну в шоке в этом а ну ночь и мы четверо детей прикиньте и и стены нема снег сразу вот короче говоря он ей кричит аня аня дети тут она ничего не поймешь он говорит а я с этими чулочками стою с этим поясом он розового цвета на булечка застегался ой да у вас они наверно тоже такие пояса были ой комедия я я я засыпанная вся от этой глины хорошо что глина не кирпичи не шлакоблоки то поубивала на всех а но глина а страшно как прикиньте на тебя стена упала хоть бы туда назад на улицу а так все у хату и так все весело было еще стенкой все прибила ну и все комиссии приезжали разные соседи там нас похватали через забор кто кто кого куда вот комиссии приезжали из райисполкома из горы исполкома я не знаю тогда было было исполкома я даже не знаю я уже не помню то время какие были омы вот и это давали маме квартиру давали на артема внизу прямо в центре на карла маркса мы жили на артема вверху здесь а это ну там внизу где сам вейла домян живет вот это там артем окончается на проспекте у нас я здесь наверху выше живу а он самом низу на проспекте вот угол карла маркса у него сейчас я варницкого и карлолипник то вот артема следующий когда маршрутки туда вниз едут а наверх они уже по карлолипник то едут короче говоря давали квартиру мама не захотела и батька а ну я вообще не пойму чего они не захотели давайте нам строй материалы мы будем отстраиваться будем лепить ну и все никто ничего никому наверное не давал заложил батька в кухню дверь вот эту стенки ж нету надо же как-то перезимовать сейчас же не будешь со снега лепить стенку попросили квартиран что ее наташа звали я запомнила чтоб она уходила потом а где нам спать вообще не знаю а я не даже не помню как мы там и спали на каких кучах вот ну еще до весны потом пришла папина сестра одна папина сестра другая я не помню была третья тетя мариечка или нет сама я не помню девочки помню две было точно вот и давай же строй давай же вот это а строить начали глину месили а у нас там был этой скажите у него лошадь была камышан фамилия вот и кизяки же были у него и тоже мама пошла то он сам даже пришел по моему и предложил кизяки на глину и опять глиной глиной замазать сделали из глины только батька уже я что запомнила на папа был стойлер краснодеревщик у него руки золотые были а нищие были потому что то по халтуркам то за бульбени то еще что-то господи царство небесное вот то шкафчики какие-то поналяпывал самодельные вот тогда все по моему в основном эти шкафчики были у всех короче говоря ну и все и глину месили ногами я помню весело так было ходили то то соломы подкидывали то кизяков подкидывали и ходим детвора месим эту глину а нужно мне интересно весело а какое там веселье это батька помню дранку я еще на всю жизнь запомнила рейки такие и он как-то сбивал я не помню сбил каркас какой-то а уже потом все тетя галя тетя катя его сестры мама баба по-моему пришла бабушка мамы на мама на рядом там жила вот и закидывали в этот каркас эту глину соломой и с кизяками вот это у нас такая хата была что мне было стыдно даже кого-то уже же работала на заводе все в гости друг до друга приглашают а я куда мне стыдно было куда приглашать я потом себе там эту пристройку были сделали комнаты до ума не довели я одну комнату а то хоть помазала помню мажу потолок девочки я же не знала что нельзя его глиной глиной девочки глиной вот городе жили о это же еще какие года были там 70 какие-то короче говоря это мажу а я не знала что тоненьким слоем надо несколько раз а я сразу толстым и так много уже прошлась а где-то метра полтора уже прошлась потолок а смотри а ну пузырь висит как шарахнула все блять твою мать собачью я давай плачу уже думаю столько труда проделала господи потом я уже поняла что надо тоненько сначала помазать а потом еще один слой тоненько а потом эту типа белила известью Vision сито вот известью бабушка моя обоих же не было не клеNe и известю и папа белила известью wart увесеньеме Даже повернуться нельзя было рукой повернуть, вот такая боль адская была. Да выбелила всю эту комнатку, да взяла себе кредит, взяла себе диван в эту спальню, взяла себе шифонер полированный, еле-еле достала. Да, потом, что еще, это где-то был 81-82 год, олимпиада, мой папа строил олимпиаду 80 в Москве, олимпийскую деревню ездил, сейчас всю стройку строил, а сейчас нас бомбят, слышите, вот, и это, а мама ездила туда, у нас абрикос было полно, а в Москве же не было абрикос, хе-хе-хе, а мама чемоданы, за чемоданы в Москву, папа деревню олимпиаду, письку и строит, а мама абрикосы туда повезла, чтоб, а Мишенька у меня уже маленький был, это ж было 80-й год, Мишеньке там, сколько, годик-че сколько ему было, да, вот, и это, а мама туда с абрикосами, к батьке, к батьке на разведку-то денег же взять у него, платили хорошо тогда, кто строил деревню эту, вот, и это, и продаст абрикоски, Миша везет, железную дорогу привезла в детском мире, купила, костюмчики купила, свитерочки, он же в садик ходил, то у меня Сашенька в садик не ходил, он как начал первый день поплакал, на второй день уже садик для него, я закрыла, он был домашний у меня, сразу в школу пошел, Короче говоря, и это, и мама вот то, чух-чух туда, в Москву, на поезд села за 13 рублей, абрикосы продала, скупилась назад, пришла опять, абрикос уже нету у нас где-то, такие недоспевшие, чтобы же в дороге провести, чемодан, а в чемоданах возил абрикосы, а папа строил деревню, кошмар, а сейчас эта деревня нас бомбит, непонятно за что, вот, ну и все, и вот то я себе взяла шифонер, стол полированный, полированный, помните, полировка, а все какое хорошее, он, стол стоит в маленькой спальне, я вам сказала, что там и посуда, и колеса от машины, ну там все, целая кладовка у меня, короче говоря, и стол полированный, свекра стоит, да я его в жизни никогда не выкину, он вечный, а полировка какая, боже мой, то в каком году их делали, в 50-х, наверное, раскладывается как, а шифонер какой, большой спальни по прямой, я вот позастилаю там эти самые, эти, заскакают диван, оно мне перед вами неудобно, а потом думай, что тут неудобно, я застилю, они заскочили, погасали одну минуту, и все, вулкан, все подзирали, вот я вам пока шифонер на ножках, во-первых, полированный, три двери, ну большое отделение, как большое, с перекладинкой для вешалок, а то с полками, еще и с ящиками внизу полки, еще и раз, два, три, еще внизу три ящика, для носков, для трусов, не то, что одни полки, ну, да, во-первых, снизу полы помоешь всегда, потому что на ножках стоит, они, как сейчас, на полу и под потолок, все, амба, а тут даже, ну, я мало роста, у меня метр шестьдесят, а кто повыше, даже, ну, маленькую табуреточку, чтобы вытереть сверху, а наши шифонеры мы можем повытирать, или под потолок, два сантиметра от потолка, или вплотную к потолку, и стоят на полу, не пошевее, а тут на ножках, переставил, как хочешь, а полировка какая, тэ, я его, он отмыла, стоит вообще, кукла, а не шифонер, я его никогда никуда не дену, куда-нибудь, куда, я туда и шифонер будет, за мной, вот, трилляж купила себе, а трилляжи, что плохие трилляжи были, удобные тоже какие, с ящичками они были, наверху всю свою косметику поскладываем, и открывается дверца, что-то туда-то, какие трилляжи, а сейчас и трилляжей, наверное, нету, комоды, хрен поймешь, у меня у самой комод спальный стоит, ой, девочки, повидло будет золото, я его проварю, сейчас сахарком засыплю, а завтра принесу у меня погружной блендер дома, и я его потом блендером, девочки, а пахнуть будет, а вкусно, да, вот вам и варенье, варенье с яблок варим зимой, никакого лета, летом чего варить, белого налива, оно невкусное, а я вообще белый налив не люблю, он или червивый, или кислый, не люблю, или как каша, как каша, а такие яблоки все осенью, вот они, а что, сейчас не осень, начало декабря, начало зимы, осень только, вот, еще и какие яблочки, гляньте, золото, сладенькие, пахнут, как-то, такое варенье, тут получится, банок только надо, у меня дома, а у меня, я сегодня, там же убирала, у меня две баночки есть, с под огурцом, консервированные хоть этих 0,7, 0,6, вот, в общем, такую жизнь прожили, да, девчонки, ничего, ну, я лично ничего почти хорошего не видел, один муж, другой, этот муж у меня белорус первый был, с Белоруссии, на заводе я работала, у нас со мной девочка работала в бригаде, жила на той стороне, не, жила на Бородиновской у нас, то на той стороне его этот, ее же кавалер жил, а она его ждала с армии, а тогда в наше время, вспомните, солдаты в моде были, не генералы, а солдаты именно, вот, и она с ним, вот, ждала его с армии, да, ждала, и я с ней тоже дружила, ну, как, сидели, вот, болтали, лялякали, сидели за одним столом, вот, за женихов, вот, она говорит, давай я дам твой телефон, телефон, говорю, твой адрес своему, и переписывайся с каким-то солдатом, я говорю, да давай, а мне пополам, малыш, на кого ты гавкаешь, никого нету, воли еще нету, короче говоря, он мне писал, а я потом думаю, так зачем оно мне надо, писал, писал, и взял, и приехал, и сестра его, меня за него замуж выдала, потому что он же не поехал в Белоруссию, приехал к ней сюда, а что там в Белоруссии делать в селе, в деревне, вот, а она же думает, ничего себе, братик, и она говорит, давайте поженитесь с Вовиком, а я говорю, Люда, а раньше, помните, три месяца ждать надо было в ЗАГС, чтобы сходить, в наше время, не месяца, три, вот, я говорю, ой, когда это будет, она говорит, а Вовик же, Вовик говорил, его Вовка звали, говорит, Вовик домой же не ездил с армии, мамку не видел, говорит, поедете, а, говорит, в селе, там же в деревне, говорит, вас утром приехали, в обед уже распишут, в сельсовете, ну, а мне неудобно, знаете, было сразу под жопу дать, и все, поехала я в Белоруссию, ленинградским поездом ехали, Днепр, Ленинград, через Гомель, через Могилев, вот это мы, до Могилева, там с Могилева, поселок, поселок Зимцов, Краснопольский район, деревня Высокий Барок, о, запомнила, видите, значит, любовь была, знаю, все, оно бухало, господи, я с ним недолго, года, наверное, три, и мы с ним разошлись, я подала на развод, а он, а я уже жила в квартире, только без, нет, не в этой, а рядом дом, полуподвале, как временное жилье мне дали, вот, и он пришел, его там барышня направила, чтоб, иди, квартиру у нее забирай, дели, а он же не знал, что она у меня там без прописки, без ничего, как временное жилье, ну, и все, но пришел, говорит, в суд пришел, говорит, что-то ты, как-то он сказал на меня, я забыла как-то, знаете, подколол меня, опаздываешь, говорит, я же тебе развод не дам, квартиру будешь мне отдавать, прикиньте, моя квартира, я ее выхаркиваю на заводе, выгалкиваю, вот, я говорю, квартиру, в другом месте тебе будет квартира, ну, и все, и разошлись, он еще, видите, я ушла с дома уже, он же у моих родителей, не могли его сдыхаться, а потом все-таки ушел, она была старше его, это его любовь, торговала водкой, помните, раньше же водка по спискам была, не было ее, они там крутились, будь здоров, что бухали, что зарабатывали, ну, и все, девочки, вот я за разговорами покрышила, завтра все за яблоками, в АТБ вперед, кто из Днепра, кто, кто не из Днепра, АТБ кругом по Украине по всей, кто с Украины, а кто не с Украины тоже, по-моему, яблоки сейчас недорогие, вот по 11 гривен, вот, переводите на любые деньги, сколько это, и какие яблочки, вы сами видите, одно в одно, одно в одно, гляньте, сочные, сладкие, сейчас засыплю сахарком, и хай кипит, вот, и завтра приду, покипит, сколько-то там, и блендером перебью, баночки, а Оля вчера где-то там, он и помыла, еще одна баночка, я с Думы две баночки принесу, у нас что, баночки-то сейчас хоть ведерочки появились, то раньше, борщ, Оля, борщ будешь брать, так взяла бы только куда, ну, бутыль, а крышек нет, о, я говорю, нету таких, так я ключом закатываю, я говорю, выход в положение, я говорю, ключ тут было, не дома, о, а у меня три или четыре ключа, по-моему, вот, о, хорошо, получилось, закатала борщ, понесла, только шлацнуть можно где-то, в трамвай, в трамвай, а клац и нема, морковку взяла, хорошие такие овощи сейчас, девчонки, морковка, золото, по-моему, по 7 гривен, лук, да все такое хорошее, овощи сейчас золото, и вы знаете, пока еще не, может, к Новому году и будут дорожать, но навряд ли мне, ну, если подорожать, ну, а что сделать, купим, сахар 31 гривна, в АТБ, я думаю, килограмм сахара хватит, даже и не килограмма оставлю, как Оля говорит сюда, даже вот такая граммочка пригодится, хватит, они ж сладкие яблоки какие, мы ж не делаем их на полгода вперед, надо сейчас варенье покушать, а я люблю яблочное повидло, у меня тетя Катя, моя тетка, вот она вкусно пюре делала, сделает и всегда мне приносила баночку, или не баночку, а больше, чем баночку, идет ко мне и что-то несет, она меня любила, и я ее любила очень, я за ней ухаживала, в собрание ее водила, одна женщина мне написала, ой, говорит, вы одной верой, ну, а тетка у меня же в баптистское собрание, я вам рассказывала уже, а написала одна комментарий, где женщина пишет, вы же не в баптистской вере, как вы могли пойти в это, ну, туда, где не ваша вера, говорит, я бы даже в качестве сопровождающего не пошла, ну, а если тетке 95 лет, и она хотела туда пойти, она дойдет, и дорогу знала, ну, я могу бросить, я могу бросить, конечно, нет, я же еще не сумасшедшая, сейчас бросила, тетки нету, все, как это, это вообще, кто это написал, где вы живете, чтобы вот такое написать, человеку сто лет на носу, хочет сходить, я сама ей предложила, я говорю, Катюнечка, скучила за собранием, она говорит, да, конечно, я говорю, хочется сходить, она говорит, конечно, хочется, я говорю, все, завтра я тебя, это, а там только по воскресеньям, сейчас я девочке воду вылью, бомыска эта лопнула, потому что и вода уже потекла, как я ее не поведу туда, так она из у меня уже ноги болят, а она идет и идет, я говорю, Катюнечка, ты хоть помнишь, где собрание, она говорит, шарф упал, вот это мне шарфики, сынуля был в Турции, привез с Турции, один такой, вот, а второй, такой серый в клеточку, так что, если что, кто там говорил, что тряпки, это с Турции шарфики, вот, я говорю, Катюнечка, ты хоть помнишь, где собрание, она говорит, семь кварталов, идти надо, а там кварталы улицы, улицы, знаете, вот эти же небольшие улицы, вот, говорит, семь кварталов и вниз, ой, третий ряд садится, за медсестрой, впереди медсестра, это она мне все время говорила, где сидеть надо, запомнила, забыла дочку, как зовут свою, что внуки есть у нее, забыла, а что где собрание находится, и где сидеть надо, помнила, даже меня последнее время, а то приходила, сижу с ней разговариваю, и не верится, бегала ко мне все время, первую клубничку, дача у нее там, в тупике 12-го транвая у нас, первую клубничку бежит, вишеньки нарвет, облепиху раз принесла в ветках, а потом пожалела меня, уже приносила, сама оборвет ее, с сахаром сделает, и уже готовую в баночке мне приносила, в литровой облепихи, какой-то виноградик, дичка, абрикоска, там дичка вообще как вишеньки, и она все всегда первое мне несла, первое она мне подарила кастрюли, когда я квартиру эту выголкала на заводе, она принесла мне набор в горошек, помните вот эти кастрюли, красавцы, я вообще горошки люблю, даже с коперки в горошек купила, ну, хотела купить эту, синюю в белый горошек, а синяя не было, серая, ну, синюю куплю, еще, короче, вот, она мне купила вот это, кастрюльки набор, а вторая сестра, папа, она принесла две подушки, о, нищие какие были, ой, девочки, все, голубцы кипят, повидло поставила, будет вкуснятина, девчата, во, да, дикуйся, малышок, завтра первый день, секонд-хенди, да я была в первый день, на позапрошлой неделе, такая чепуха, пустая ушла, шо они там гребут, и заходят девочки, такие, знаете, бандурши какие-то, они так все листают, я только вот так отхожу, смотрю, шо они так быстро все листают, шо там можно, я хожу вот так вот, между рядами, глазами только смотрю, вот так вот, на вещи, потом раз, какое-то мне что-то там, качество вроде, думаю, ничего, подтяну, а там размер, на лилипутов все, в общем, девочки, голубцы, и повидло, завтра повидло будем до ума доводить, я сниму его вам, а голубцы, Оля сейчас придет, будем кушать, и я вам их сниму, покажу, а будем кушать мы суп гороховый, а что его выбрасывать, вкуснятина, маленькую кастрюльку, вчера перелили, суп гороховый, у нас там еще рыбка жарена есть, по хвостику селедка есть, картошечки, три с половиной штучки, в мундерах, оладики, голубцы, что мало, я и кушать не хочу, не кушать не, я так наморилась, а что мне и кушать не хочется, девочки, будьте все здоровы, не ругайтесь, берегите себя, ой, а как тут, как тут не нервничать, правда, у каждого свое, господи, нету ни у кого, чтобы все было класс, нету, ни одной семьи, наверное, нету, то-то-то-то, то-то-то-то, на то мы и люди, самое главное, чтобы войны, воин не было нигде, нигде, берегите себя, родненькие, спасибо, что смотрите, не ругайтесь, какая есть, такая есть, а что мне, как пишет, одна написала женщина, ой, неухоженная, лохматая, а что мне пойти, стрижку сделать, и перья покрасить, разноцветные, или что, накрасить ресницы, я маникюр всегда делала, до войны, война, мне что, охота идти делать, мне до маникюра, я ночами не сплю, на таблетках сидим все, маникюр, я своей маникюрше сказала, она живет напротив меня, и торгует овощами, поторговывает, сын стоит, и, ну, девочка одна, реализатор, женщина берет, овощи там уже, не знает, что завозить, вот это же она мне дает, соли, ну, ведра с подсолений, и маникюры, так что она, видите, как люди живут, мать больная, после инсульта, все живут в двухкомнатной квартире, весело, и уйти никуда, она говорит, я бы ушла, а куда мать бросишь, и сыну, 27, да, Максиму 27 лет, по-моему, люди трудятся все, кто хочет жить, и тот трудится, кругом, во всем мире, я не говорю только, что это у нас, а кто, кому облом, тот так и живы, тут всю жизнь пашешь, и ни черта не нажил, вы сами видите, всю жизнь старался, ну, чтобы чистенько было, но все равно кредиты, у меня все, кстати, все в кредитах, два кондиционера, кредиты я давным-давно купила, в спальне повесила, и в комнате, холодильник в кредите, газовая колонка, все в кредит, один выплатила, другой взяла, один, как-то я выкручивала всегда в кредитах, а мне кажется, в основном люди так и жили, в этих рассрочках, кредиты, ну, что, ну, там, я не знаю, сколько мы процентов платили, за вот это, за все, а так всегда все в кредитах, то шапку взял в кредит, то пальто в кредит, то одеяло, то стол, то стул, то холодильник, то, вот так и жили, конечно, если кто, родители кому помогали, вот в селах, там, ну, хоть продукты какие-то, а тут никогда ничего никто, а только надо было, чтобы я помогала, а куда ты от этого денешься, мы для этого так и живем, сначала родители для нас, а потом и для родителей, правильно? Ладно, девочки, будьте все здоровы, завтра встретимся, не знаю, улицы, оно вам надо снимать, и что я на этих улицах буду, я вот не люблю улицы идут, тут утки, шмутки, оно вам надо, все это все видели, будем болтать, или что-то придумаю, буду худеть, хотите, зарядку буду делать, показывать, петь буду вам, танцевать, да, найдем, показывать, будьте здоровы, самое главное.